Для Ольги и ее семьи День Победы – особенный праздник. Так повелось с детства. Все вместе 9 мая собирались у бабушки Саши. Так будет и в этот год. Мы все очень любим свою бабушку. У нас очень большая семья. Этот человек – один из самых важных, который нас объединяет сейчас и которого мы очень сильно любим. Мы очень горды, что у нас есть такая бабушка, которая прошла такую тяжелую войну, прожила такую нелегкую жизнь. В семье Семеновых не сомневаются, имя Александры Синявиной должно быть вписано в бессмертный полк при жизни. Правнук Кирилл, будущий школьник, с маминой помощью легко заполнил форму регистрации. Мне мама сказала, что моя прабабушка участвовала в отечественной войне. Она была медсестрой. Ей было очень тяжело, и она лечила раненых солдатов. Я рад, что у меня есть такая прабабушка. Все вместе решили сегодня обрадовать бабушку. Она хоть и не выходит из дома, но тем не менее примет участие в шествии бессмертного полка. Здравствуйте. На войну Александра Ивановна ушла молоденькой девчонкой. Пять лет выстояла лицом к лицу со смертью. Ее домом стал 115-й санитарный поезд, в котором Шура и еще 22 молоденькие медсестры спасали бойцов Красной Армии. У каждой вагон раненых. А однажды, вспоминает Александра Ивановна, ей пришлось ухаживать сразу за полсотню изнеможденных, окровавленных, изувеченных. Как на войне? Хорошо было или плохо? Кирюша, очень было тяжело смотреть на раненых. У кого и рук нету, у кого и ног нету. Все, что есть, бабушка все на себе пережила. Муж Шурочки был машинистом этого 115-го состава. Как и многих тогда, Синявиных свела война. Но, слава богу, не разлучила. Поженились, воспитали троих детей. Сейчас Александре Ивановне 93 года. Множество наград на груди. За доблесть и отвагу. За смелость и выдержку. За труд. Военных сестричек, с которыми прошли в 115-м поезде годы войны рука об руку, уже нет. Нет в живых и мужа. Но за судьбу Александры Ивановны Синявиной можно быть спокойным. Сейчас ее семья – это 20 человек. Дети, внуки и правнуки. Говорю я бабушке, вспомни это место. Я туда поеду, поплыву, дойду. Годы молодые я твои найду. Поэтому и милые спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok